Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Сегодня Молодежь объявил, что будет выходить на митинги с требованием, чтобы не переименовывали город. То есть начались бурные процессы, и сама власть этому способствует. То есть вам кажется, что могут начаться волнения и протесты в стране? Протесты уже идут. Вот был митинг матерей. 27 февраля по призыву демократического выбора Казахстана состоялись митинги около офисов партии Нурсултана Назарбаева. Он был напуган. Экстренное заседание. Правительство ушло в отставку. И сейчас матерей тем не менее выходит. 22 марта мы объявили, что будет еще один митинг. И сейчас все будет только ускоряться. Слишком много накапливалось негативной энергии долгие годы. Сейчас просто будет плотина валиться очень быстро. В связи с этим не боитесь ли вы каких-то репрессивных действий со стороны власти? Репрессивные действия со стороны власти всегда были. Диктатский режим, чтобы удержать власть именно в одних руках, действует одним инструментом. Это инструмент принуждения, подавления, посадки людей в тюрьм. Но я вам еще раз хочу сказать, что накопилась гигантская энергия недовольства. И никакие репрессии не помогут. Потому что пример Армении или того же самого Алжира показывает, когда на улицу выходят десятки тысяч людей, полиция перестраивается, переходит на сторону народа и режим валится. Поэтому именно у нас так будет происходить и очень быстро потом. Видите ли вы в этой ситуации возможным для себя возвращение в Казахстан? В моих планах именно добиться этого до конца этого года. Ну и потом, когда я вышел в декабре 2016 года из тюрьмы, в январе, я помню, и в декабре я тоже вам давал интервью, где как раз четко было озвучено, что моя задача в течение трех лет, то есть до конца 2019 года, добиться смены режима. И, собственно, я считаю, все идет по графику, все идет нормально. До конца этого года у меня в планах добиться смены режима и вернуться в страну, возглавить временные правительства, провести досрочные выборы, создать партию теперь, демократический выбор Казахстана, победить на выборах и стать премьер-министром страны. Это мои планы на ближайший год. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал «16.12» и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы «16.12» в Инстаграм и Телеграм.